Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. Губернатор края Олег Кожемяка призвал приморцев выйти в субботу 25 марта на общекраевой субботник. В генеральной уборке примут участие общественные организации, коллективы предприятий, сотрудники правительства края и администрации муниципалитетов. Как сообщил глава региона, порядок на улицах городов и сел традиционно наводят с приходом весны. Дорогие друзья, мы видим, что устанавливается хорошая погода по практически всем районам края, поэтому самое время начать генеральную уборку месячника, может быть даже двухмесячник, когда по доброй традиции мы каждую субботу собираемся и проводим такие генеральные уборки на своих территориях. Поэтому я приглашаю всех в эту субботу принять участие в первом нашем субботнике в этом году, который, думаю, продолжится. В наших городах приморья становится уже доброй традицией, что помогает приводить в порядок наши города и поселки, делать их благоустроенными, чистыми. Поэтому все службы, всех муниципальных образований должны подготовиться к этому, обеспечить население необходимым инструментом, машинами для вывоза мусора, организовать праздничное проведение таких мероприятий. Ну и всех ждем на субботнике. От современного смартфона до телеграфа и дискового телефона. Все это экспонаты, представленные на новой выставке под названием «Чудо обыкновенных вещей. Телефон» в музейно-выставочном центре Дальнегорска. Первыми посетителями экспозиции стали ученики третьего класса школы номер два. Наша съемочная группа присоединилась к ним и окунулась в историю создания всем привычного на сегодняшний день гаджета. Конечно, телефон был не всегда таким, как мы привыкли его видеть сейчас. История попыток передавать информацию на расстоянии берет свое начало еще много сотен лет назад. До изобретения телеграфов оптического и электрического и телефона для передачи сообщений на большие расстояния использовались свистки, гонг, колокола, дымовые сигналы, барабаны, громкие музыкальные инструменты, например, горны, дудки, гудки, ночью свет фонаря и костра на башне, условные сигналы, видимые в подзорную трубу или бинокль. Конечно, история появления телефона к тем диким временам не имеет никакого отношения, но уже тогда люди задумывались о неудобстве общения на расстоянии. Именно это и сподвигло искать другие методы и формы передачи информации. Традиционно принято считать, что свое начало история создания телефона берет в 18 веке. На самом деле, первые идеи появляются за два столетия до этого в Италии. Местный ученый Джованни Делапорто придумывает положить по всей стране систему переговорных труб, но, видимо, на тот момент существовали проблемы поважнее, поэтому идея так и осталась нереализованной. Начало истории создания телефона положил Сэмюэл Морзе, который изобрел знаменитую азбуку и электронный телеграф для передачи сигналов. Через несколько десятилетий это изобретение вдохновило немецкого ученого Филиппа Райса придумать первый телефон. С помощью проводов устройство передавало сигналы. Но история возникновения телефона знает изобретателем устройства американца Александра Белла, который первым успел его запатентовать. «Ватсон, – говорит Белл, – если вы меня слышите, то подойдите к окну и помашитесь шляпой». Эта фраза, сказанная 141 год назад, 10 марта 1876 года, была первой, которую произнесли по телефону. Говоривший Александр Грэхэм Белл стал известен всему миру как изобретатель устройства. По статистике, одни только жители России сейчас совершают по 144 миллиона вызовов в день. А среднестатистический человек за один год звонит по телефону почти полторы тысячи раз. На выставке в музейно-выставочном центре представлены современные смартфоны, функции которого почти безграничны. Кнопочные телефоны, которыми мы пользовались еще каких-то 15-20 лет назад. А также дисковые телефоны, как советского производства, так и зарубежного. Увлекательная выставка не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Ведь на сегодняшний день трудно представить себе жизнь без смартфона, который стал не просто средством связи. Ведь с его помощью можно сделать очень многое. Решить вопросы, связанные с бизнесом или работой. Сделать заказ в магазине. Записаться на прием к врачу. Позвонить близким людям. И даже сделать фотографии или видео. И поделиться ими в социальных сетях. В музейно-выставочном центре открылась выставка «История обыкновенных вещей» про телефоны. Выставка работает с 17 марта по 29 апреля. Все ждем на увлекательную выставку. Особенно, конечно же, детей. Так как сейчас современные дети не представляют, как выглядел старинный телефон, как выглядели советские телефоны. Что такое пейджер, что такое стационарные телефоны, что такое полевые дети. Это будет очень интересная тема для наших современных детей. Ну и, конечно же, приглашаем взрослых людей, чтобы вспомнить, как телефоны все-таки выглядели. Поностальгировать. Посмотреть на тот же пейджер, которыми когда-то пользовались. Поэтому всех ждем. Очень будем рады видеть. К участию в муниципальном фестивале ВФСК ГТО среди семейных команд приглашаются все желающие. Состав команды для участия – 4 человека, среди которых ребенок от 8 до 11 лет, отец и мать от 25 до 49 лет и дедушка или бабушка возрастом от 50 до 69 лет. Телефон для справок – 3-29-91 и 8-924-422-01-70. День поэзии, посвященный памяти Владимира Высоцкого, прошел в музейно-выставочном центре Дальнегорска 21 марта. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Владимир Семенович Высоцкий – советский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен и паразиических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме «Место встречи изменить нельзя». В этом году Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Вспомнить поэта, прочитать его произведения и произведения ему посвященные, собрались учащиеся школ округа, участники поэтического клуба «Ренессанс» и просто неравнодушные к творчеству поэта-люди. Я хочу прочитать свое авторское стихотворение, посвящение Владимиру Семеновичу Высоцкому, которое назвала «След на земле». В одном ряду с великими людьми в бессмертие шагнул поэт Высоцкий. И линия коротенькой судьбы вписалась ярко в век наш жесткий. Гитары струн он не жалел, они рвались под натиском напора. Куплеты доводил, которые он пел до самого, до полного упора. Душа неслась навстречу миру, и сердце билось в унисон с желанием соединить себя и лиру, И жизнь прожить, как вещий сон. Боец за правду, человек-бунтарь, он нервы оголял до самого предела. Стоять за родину, как это было встать, поэту совесть так велела. С надрывом голос, встать в лице, и руки сильные, как крылья птицы. Он гамлета сыграл, как гимн в душе пропел, уроком старого возницы. Успел он многое в своей судьбе. Любил, страдал, боготворил свою Марину Владе. И подарил тебе и мне стихов своих и песен к Ладе. Ушел из жизни, но в нее привнес величие души и силу мысли. Огонь сердечный свой он не унес, поэзию оставил на домыслие. Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье служащего. Он рос очень занятным ребенком и любил с детства читать стихи. В 1941 году, в июле, когда начали бомбить Москву, он, конечно же, с мамой и с другими москвичами спускался в бомбулевище. И там, будучи трехлетним ребенком, он читал всем стихотворения. Позже, когда он уже подрос, стал сам сочинять и сочинял просто детские стишки, но через какое-то время стал писать пародии. И делал он это замечательно. В 1960 году Высоцкий получил диплом актера драмы и кино в школе-студии МХАТ. Выпускник попал по распределению в Московский драматический театр имени Александра Пушкина. Но хриплый голос и внешность Высоцкого отталкивали режиссеров, поэтому поначалу ему даже не давали ролей. Актер остался практически без работы и денег. Свою творческую нереализованность Высоцкий стал выплескивать в поэзии. Некоторые из произведений он стал исполнять под собственную гитарную музыку, а впоследствии они стали настоящими хитами. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грации пластика, общеукрепляешься, утром отрюзляешься, если жив пока еще, гимнастика. Стой, 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 погоди, это не так звучит, смотри и запоминай. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грации и пластика, общеукрепляющие, утром отрюзляющие, если жив пока еще, гимнастика. Если вы в своей квартире лягте на пол, три-четыре, пополняйте правильно движения, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, бодрость духа до изне, маженья. Очень вырос целом мире грипповирус, три-четыре, шрица растет в заболевании, если хилы сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применять и люди, да, тиранье. Кто сказал, все сгорело до тла, больше в землю не бросить и семя? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать море. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя. Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны зияют, обнаженные нервы земли, неземное страдание знают. Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны зияют, обнаженные нервы земли, неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет, не записывая землю в калеке. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих раны от души. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Легенда авторской музыки, актер театра и кино Владимир Высоцкий был кумиром миллионов. Песни в его исполнении звучат в десятки фильмов. После смерти артиста возле театра на Таганке несколько дней стояли люди. С Высоцким пришла проститься вся Москва. В Дальнегорске уже в 14-й раз прошел уникальный турнир на Кубок имени Владимира Фадеева, почетного жителя города, восьмикратного чемпиона мира по спидвею. Соревнования проводились по двум видам спорта – волейбол и шахматы – на базе спортивной школы «Гранит», где Владимир Фадеев является директором. Всего за кубок боролись девять школ округа. В шахматном турнире первое место заняла школа номер 25 и получила кубок, диплом и сладкий пирог. На второй позиции – команда школы номер 17, на третьей – школа номер 2. Также шахматисты, занявшие призовые места на каждой из игровых досок, получили грамоты. В соревнованиях по волейболу развернулась упорная борьба. Практически в каждой партии команды сопротивлялись соперникам до последней подачи. В итоге победу одержала школа номер 17 и завоевала кубок. Второе место у школы номер 8, третье – у школы номер 25. Призерам вручили грамоты. Владимир Фадеев поблагодарил все команды участников и наставников, а также тренеров спортивной школы «Гранит» Ольгу Саух и Анжелу Харченко за прекрасную организацию турнира и грамотное судейство. В Дальнегорском индустриально-технологическом колледже продолжается подготовка к региональному чемпионату профессионального мастерства «Профессионалы». В компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Дальнегорск представит Иван Дегтярь под наставничеством Павла Боброва, выступающего в роли эксперта. Подробности в ролике. Данный модуль у нас асфальтическая дорога «Профессионалы». Готовим студентов на региональный чемпионат по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Студент, значит, Игорь Иван Сергеевич, готовится в штатном режиме, все хорошо, все помчается, отрабатывает навыки, отрабатывает скорость. В нашем случае обвисовка гидроблока, это обязательно замерка ООО, это нужно отрабатывать, поддерживая свой профессиональный навык. Мы находимся с вами на модуле Е, а модуль Е у нас двигатель, механическая часть. На этом модуле студент приобретает навыки разборки, сборки, дефектовки мотора, ну и отрабатывает свои знания. Что касается мотора, мотора у нас предоставлены автомобилем ВАЗ, 15-клапанами, непосредственно впрысками. Приморье окончено расследование уголовного дела в отношении наркоторговца. Изъято свыше 4 миллионов рублей. Житель поселка Славянка организовал преступный бизнес, наладив торговлю гашишным маслом. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Подробности в материале наших коллег из прислужбы МВД России по Приморскому краю. Следователями отдела МВД России по Хасанскому району Приморского края завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя поселка Славянка. Мужчину обвиняют в совершении преступления против общественной нравственности и здоровья населения. Ранее в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Хасанскому району, было установлено, что гражданин торговал наркотическим средством – маслом каннабиса. Факт противоправной деятельности Приморца был подтвержден в ходе реализации оперативного мероприятия «Контрольная закупка». Кроме того, в результате следственных действий у гражданина была изъята крупная сумма денег – 4 миллиона рублей, добытых преступным путем. В отношении Приморца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом Б, части 3, статьи 228, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, где обвиняемому будет определена мера наказания за совершенное преступление. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова